И снова здравствуйте! С вами я, Карина, и Василь Каченя, художник, керамист и человек, который занимается редким ремеслом в нашем Октябрьском аэрографии, да? Да, я еще делаю мотоциклы. Пойдемте, я вам все покажу. Пойдемте! Мы сейчас находимся в тайной мастерской. Это мой друг, брат и напарник Евген. Всем привет! Так, ну вот, в принципе, это и есть аэрограф. Вот отсюда летит краска. Так, нажимаем, он работает. Краска подается при помощи подачи воздуха, компрессор обычный. Аэрографом можно работать на всем, чем угодно. Вот ноутбук. Можно и такой, и брутальный сделать. А розовый можно? С цветочками? Для девушек, да, можно сделать розовый, но это будет гораздо дороже, потому что я ненавижу такие вещи делать, поэтому мне придется работать из-под палки, поэтому придется платить больше денег. Также мы работаем по коже. Женькина сумка. Кожа, бобруйский кожаный комбинат. Вот, ну, в принципе, работа моя. Ну, правда, бюджетерия вот такая. Это бобруйский художник Витя. Он занимается ювелиркой по меди-латуне по средневековью. Вау. Я была бы не против такую сумочку в школу. Она такая удобная. А сюда много книг поместится? Ну, школьник... Ууу, мне хватит. Навряд ли сегодня школьник будет ходить в школу с портфелем за 200 долларов. Сколько? 200. А, Василий, а это что за такой тулуп? Это поддоспешник. В период, когда работал, не работал, учился в художественном колледже, занимался военно-исторической реконструкцией. Ну, довольно сейчас распространенное такое движение. Это для тех, кто особо не понимает. Это на фестивалях, на праздниках. Какие-то дядьки непонятные, бородатые, волосатые. Выходят, выступают в доспехах, в каких-то средневековых одеяниях. Очень любят людей, очень любят историю, очень не любят вопросы, когда выходишь в доспехе. И спрашивают, а вы где доспех? В музей взяли. Ну, и начинаешь человеку объяснять, что это военно-историческая реконструкция. То есть, самое главное, это не выступление и показуха, а сделать доспех своими руками. Ну, люди все думают, что мы взяли доспехи в музее. Ой, а это для чего? Это на грудник, защищать грудь. Как я? Грудь, не живот. Моя грудь теперь в полной защите. А куртка в ржавчине. А где же меч? Вот, вот он лежит сейчас. Ой, паутин нет. Вот все, что от него осталось после последней битвы, так сказать. Это настоящий меч-кладенец, который в сказке был. Наверное, который Артур не мог вынести. Вы помните эту историю? Да, и он вымазывает классно руки. Блин, действительно грязный. Вековая рыцарская пыль. Итак, дорогие зрители, сейчас на ваших глазах свершится чудо. Значит, Василий будет брать эту волшебную палочку и картинка будет оживать, да? Я правильно понимаю? Ну, еще не оживают, но процесс. Я налаживаю тени. Светотень создает объем. Как видите на оригинале, то есть это место темнее, чем остальное, то есть я добавляю туда темный цвет. У нас весь мир состоит из теней и света. То есть, если убрать тень, все будет плоское. А тень придает объем. Поэтому приходится налаживать какие-то тени, выделять какие-то светлые места. Я бы хотела заниматься таким делом, но я не умею. Вы меня научите? Нет, у меня нервов не хватит. Я объяснять не умею. Мне придется сразу же. Жестко очень. Евгений, а вы умеете аэрографить? Нет, к сожалению, не умею. Нет у меня такого таланта рисовать. Я Василию только помогаю, да. Инженерные какие-то решения, подготавливать поверхности и т.д. и т.п. Рисовать, к сожалению, не умею. А Василий, а кроме аэрографии, чем вы еще увлекаетесь? Мы как бы не тюнингуем, не переделываем, как все привыкли называть, а больше реставрируем мотоциклы. На данный момент мы находимся в маленькой мастерской и здесь ничего не покажем. Ну, где-то через месяц мы с Женей представим выставку аэрографии в октябре, скорее всего, где будут предоставлены работы, то есть выполненные все аэрографом. То есть аэрограф это подразумевает, можно расписывать все, что угодно. Начиная от ватмана вот такого формата, ноутбуки, телефоны, мотоциклы, сварочные маски. То есть им расписывается абсолютно все. Да, я обязательно приду, посещу эту выставку и мы сделаем об этом репортаж. А пока Василий трудится на благо его родины, мы под его любимую музыку посмотрим фото из его жизни. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok После работы аэрографов нужно обязательно помыть, промыть с растворителем, потому что краска засохнет, а внутри очень миниатюрный механизм, который просто засохнет и придет неисправность. Поэтому инструмент нужно обязательно промывать растворителем. При работе с растворителями и красками всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Никогда не вдыхайте плохие вещества, это очень плохо. Мне уже сейчас, я упаду сейчас. А еще наш оператор сочинил веселенькую песню про нашего героя Василя Коченя. Давайте послушаем. Вася когда-то на Варгане играл, ты еще играешь на Варгане? Да, если не попадает суп. Вася Коченя зарабил дома две качели, мы к нему ходим кататься по печкам и да поспрашаться. Вася Коченя каждый день печат печенье, он их за век сами поснедать, по вечеру да пообедать. Ох уж это и Вася, Вася добрая душа, тому что Вася рыцарь только без коня. Без коня? Чему ек он железный? Вася Коченя вынашел свое ученье, и он говорит, что нужно быть хорошим, и что голову дает не гроши. Вася Коченя мая буйное значение, он играет на Варгане, шмат малюет и спевает, твой вместе. Ох уж это и Вася, Вася добрая душа, тому что Вася рыцарь только без коня. Дети не занимайтесь плохими привычками, занимайтесь хорошими вещами, рисуйте, творите, пойте, растите большими, всем будет хорошо. Всем пока. Ну что ж, дорогие подписчики, вы следуйте Советом Василии и вступайте в нашу группу. Пока.